всем большой привет и добро пожаловать в новое мое видео в прошлом видео мы нарисовали вот такое индийское божество ганеша и был такой вопрос как сделать вот эти вот светящиеся объекты и как собственно сделать контур такой световой так давайте создадим новый файл и посмотрим как я это сделала в прошлом видео мы тренировались рисовать на планшете да и просто по контуру я его обводила и так как же я сделала такой световой эффект давайте создадим какой-нибудь фон в одном их своих видео я говорила что если мы работаем в ргб то имеет значение допустим это будет полностью 0 то есть совсем не будет синего это будет отражаться на вот эффекте которые мы сегодня будем делать поэтому первое что на что надо обратить внимание чтобы просто не было нолей именно по ргб да то есть цветовую палитру выбираем триколор далее берем давайте какой-нибудь карандаш и я не буду ничего особо рисовать я просто на примере покажу да допустим давайте вот такой вот загогулина нарисуем допустим скруглим ей углы ну что-нибудь вроде того если получилось допустим криво можно как-нибудь упростить программе ну допустим вот так в общем не с не суть важно далее сейчас она у меня белая давайте выберем яйцет какой-нибудь серый и поставим осветление основы она получается что происходит чисто теоретически если смотреть она смешивается с нижним слоем то есть нижняя наша вот это вот кривая она то есть верхняя кривая она зависит от того слоя на котором она расположена хватит даже сердечко какое-нибудь такое не хитрое нарисуем ну допустим вот ведь она нас тут уже совместилась появилось небольшое свечение и так если я буду делать светлее серый она будет светлее если я буду делать темнее но будьте мне если я сделаю градиентом но у меня будет вот так вот эти то есть в принципе благодаря эффекту осветления основы получается такой интересный эффект допустим давайте оставим вот так далее что еще можно сделать как я сделала в ганеши то есть я тут накладывала кривые на кривые допустим нажимаем alt зажимаем и допустим делаем очень тонкую кривую то что я сделала ту же самую кривую я просто подвинула в сторону если давайте я сгруппируем чтобы это была одна кривая и вот это тоже сгруппируем и у этой тонкой кривой можно допустим сделать более темный оттенок и накладываем ее куда-нибудь сверху или сбоку давайте разгруппируем поменяем допустим какой-нибудь эффект на перекрытие и мы положим сверху зажимаем alt и в общем копируем еще раз разгруппировываем давайте все-таки сделаем осветление основы то есть в чем суть что все эти кривые будут накладываться друг на друга и будут создавать тот или иной световой эффект ну допустим вот таким вот образом далее если мы будем работать с нижним слоем допустим давайте ему тоже сделаем какой-нибудь градиент вот то есть в зависимости от того какого цвета у нас самый нижний слой меняются наши верхние линии можно в общем долго 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 экспериментировать если мы допустим уберем какой-нибудь цвет допустим вот так вот сделаем вот то есть получается полностью идет не просвет то есть если мы оставляем какой-нибудь моноцвет да или допустим не красный а какой-нибудь зеленый то видите у нас он не просвечивает и благодаря осветлению основы он становится исключительно того цвета который мы выбрали если мы добавляем какие-то цвета они между собой смешиваются и получается такой эффект как бы в белый да то есть белый это же смешивание просто всех цветов ну вот как бы поэтому получается такой вот результат что еще можно сделать допустим если у нас нижний фон все-таки мы хотим такой темный то есть более подчеркнуть что ли я еще могу сверху наложить цветовые круги вот этот вот крайний маркер должен быть полностью черный по RGB а вот этот вот может быть абсолютно любого цвета и также ставим осветление основы получается такой вот у нас блик то есть если в центре поставить белый то получится классический такой блик и можно подсветить ну все что угодно что-то такой яркий неоновый блик получается благодаря этому я подсветила то есть тут у него сладости да лотос ну и корону вот благодаря вот таким вот подсветом можно его растянуть то есть сделать его абсолютно любой формы чем вот этот вот крайний маркер который отвечает за свет белее тем подсветка становится ярче если его сделать каким-нибудь цветным он будет давать еще и оттенок иногда это получается весьма-весьма красиво ну собственно это уже воля художника то есть кто как хочет тот так и делает можно сделать двойной блик например первое мы делаем осветление осветление он дает более такое грубое что ли более то есть не неоновое а более матовое что ли осветление допустим сделаем его вот таким голубым он меньше смешивается с нижним слоем то есть можно сказать он вообще не смешивается так сильно с нижним слоем поэтому он более универсальный копируем то есть у нас один слой осветления основы и сверху у нас еще один слой точнее вот этот у нас осветление просто а этот у нас осветление основы и верхний слой сделаем естественно более менее ярким каким-нибудь серым таким образом мы получим просто более яркий блик то есть он будет прям ярко подсвечивать и причем таким образом можно прям цвет менять то есть благодаря осветлению основы он все-таки смешивается с нижним слоем и он поменять то есть перекрасить да грубо говоря перекрасить он не сможет а вот такой блик он может даже перекрасить то что находится я учусь вот да то что о